Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем океан, вид сверху. Это фотография из интернета. Беру ее в качестве референса. Конечно, сделаю по-другому. Итак, здесь будет береговая линия. Простым карандашиком я намечу. Можно более изогнутую сделать. Будет посимпатичнее смотреться. Здесь прям пляж идет. Такая полоса и спускается вниз. Собственно, на этом карандаш нам больше не нужен. Потом более плавную. Да, я уже акварелью сделала. А у нас два варианта. Можно маскировочной жидкостью здесь нарисовать пену и высушить пену. Или же поверх белой пены сделаем гуашью. Я сегодня не буду использовать маскировочную жидкость. Немножко, наверное, вот ластиком смягчу вот этот край. Приступим к акварелью. По бокам я приклеила малярный скотч. Кто не знает, что это первый раз со мной. Сейчас я на бумаге подберу. Сейчас сделаю всякие синие. У меня есть красивый такой бирюзовый цвет. Мне нужно сделать. И вот давайте возьмем бирюзовый. Здесь я, наверное, с голубым смешаю и аккуратненько вот закрашиваем. Кисточку я взяла, это белка, пятерка. Закрашиваю в хон. Давайте побольше на виду цвета. Такой красивый оттенок получился. Закрашиваем одним цветом, пока нам много не надо. Потом будем затенять, да? Это необходимо. Пока просто такой голубенький нежный цвет. Пусть сохнет. Можно будет воспользоваться феном просушить. Давайте я сейчас возьму охру. Там песок он такой почти что белый. Немножечко вот я прохожусь и оставляю белую бумагу. В некоторых местах не полностью. Здесь у нас растут пальмы. А пальмы нужно сразу подобрать такой яркий цвет. Давайте желтый смешаем с темно-зеленым. Еще поярче, чтобы был цвет. Они достаточно яркий. Вот и закрасим вот сразу такой кусок. Это будет цвет пальмы, собственно. По краю пришлось. Все. Все готово. Теперь нужно, чтобы вот этот слой высох и будет следующим. Но хотя пока что сохнет, я все-таки... Давайте по мокрому. Немножко поделаем все-таки море. Так, больше надо бюрюзовую мне взять. Синий, такой там темный цвет. Начинается... Здесь я просто пятнышки буквально укладываю. Здесь разводы идут. И так, сейчас потемнее цвет. Нужно вот в этом углу, да? Там прям прям темный-темный. То есть даже фиолетового добавлю сюда. Недостаточно. Вот тут прям такая глубина уже идет. Пятнышки, да? Но они вот так растворяются в воде. Аккуратненько. Давайте еще сделаем потемнее. Максимально фиолетовый синий тоже. По максимуму будем использовать. Вот так. Цвет на глубине. Немножко сюда пятнышком идет. Здесь еще не подсох. Все. Теперь я буду использовать фен. В общем, получается мне сегодня посушить феном. Давай. Будет это рисовать пальмы. Чтобы нарисовать пальмы, нам нужно взять темный-зеленый цвет. Немножко вот синий тут смешаю прямо, чтобы достаточно темный был. И, собственно, рисуем, вырисовываем вот эти макушки сверху буквально. Каждые пальмы, да? Таким образом мне нужно заполнить весь вот этот вот остров, который заполнен пальмами. Я сейчас немножко порисую, поставлю на стоп, чтобы не было одно и то же, очень длинное, да, будет. Рисуем пальмочки. В этом углу здесь будет потемнее, да, потому что здесь тень и уже пальмочки не особо видны. А здесь они поярче, побольше. Вот. Значит, заполняем вот этот треугольничком. Вот. Таким образом заполнила весь берег, да. Вот здесь можно сразу потемнее сделать. Синий добавить. И также немножко посветлее зеленый взять. Здесь, например, вот веточки, да, добавить какие-то, которые выходят за пределы, да, там культарник может быть небольшой. Чтобы не такой идеально ровный край был. Немножко вот край вот этот облагораживаем, назовем это, да. Веточки, да, добавляем. Торчащие. Море, кстати, такое симпатичное стало. Краска подсохла. Давайте возьмем вот такой голубой цвет. Немножко я смешаю с бирюзовым. И можно подрисовать поверх аккуратненько. Такие пятна там темные есть. Вот. Сюда добавляем. Вот сюда. Добавляем. Что еще потянется, видите, видите. Краска что-то скаталась сюда. кстати вот тут она не подсохла да не очень хорошо лучше подождать когда лучше высохнет слой теперь возьму охру да здесь вот во-первых будет тень где волны аккуратненько потом сначала белой краска лучше пройтись и немножечко там где этот песок и также охра будет видеться по берегу берег идет здесь немножко просвечивается до из-под воды песочек уходит пятно делаем поаккуратнее и теперь давайте я возьму гуашь сделаю красивую белую пену повер можно взять акрил до белый остатки гуаши белой и аккуратненько да вот проходим все делаем пену прям узору расходится тут она мельче до становится таким образом нам нужно вот весь берег сделать белым такая кропотливая работа и чем аккуратнее да вот этот берег сделать конечно будет смотреться натуральнее аккуратненько 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 вот сюда так так аккуратненько так так аккуратненько вот тут как бы второй слой идет пена вторая волна аккуратненько вот она уже потолще тут как бы можно даже брызги добавить аккуратненько вот кисточкой буду тоже будет именно по волне главное чтобы так попасть кисточку со щетиной взять можно конечно попробовать вот вот ну ладно я попробую есть у меня такая кисточка она конечно великовато сейчас попробую немножко по мне аккуратно переворщила тут сделать брызгала палец теперь весь белый под волной нужно сделать синюшечку вот вот я уже начинала делать они достаточно аккуратненько вот там да под ними показываем край может где-то немножко такой более темный коричневый да показать и также небольшая серая тень под пальмами тоже в некоторых местах мы можем показать да что там деревья растут тень падает какая-то и на песочке тоже такая тень идет серенькая углубление углубление такое небольшое разделяет пространство несколько частей но опять-таки можно возле волны да бирюзовой сюда добавлю синий под волной которая вторая тоже идет такая синяя тень в некоторых местах подчеркиваю такое обрамление да делаем поярче сделать ну и добавить немножечко пятен вот такие вот вот водички да капельки прям ну я думаю на этом закончим сейчас отклеим вот такой симпатичный океан у меня получился и на этом все до новых встреч и всем пока-пока